Здоровье, особенно здоровье, связанное с межвидовой борьбой, то есть между микромиром и человеком, это хорошая тема для политиканства. Это компания, которая была организована, давайте мы вам поможем, даже господин Байден заявлял, что вот мы вам дадим свою вакцину, ваша вакцина не работает. Извините меня, в американцев заболело более 100 миллионов, каждый третий американец, а среди умерших в мире каждый шестой это тоже американец. Кого вы собираетесь учить и кому вы собираетесь помощь оказывать, понимаете? Поэтому это уже политиканство. А так, в принципе, я считаю, во всяком случае, китайское медицинское руководство заслужило доверие за три года своим отношением к этой проблеме. Отменили сейчас, потому что посчитали нужным, потому что вот те вирусы, которые сейчас циркулируют, омикрон, они, да, они контагиозны, но они не так вирулентны. За три года ни одна страна в мире не показала позитивную динамику в экономике. Да, темпы экономические по объему наращивания ВВП у вас упали, но они были позитивными. Все остальные ушли в минус. Я обращаюсь к китайским ученым, чтобы они это перевели не просто на язык журналистов, как вы любите страшилки создавать, а чтобы это были научно осмысленные, научные статьи в международных журналах. Потому что этот опыт бесценен. Продолжение следует...